всем привет всех рада приветствовать на этом канале меня зовут ольга сегодня хочу с вами поделиться моими покупками которые я совершила из америки пришла у меня посылка это косметические покупки как недавно я рассказывала что я приобретала марку катванди и покупала их не тени потом впоследствии купила пудру рассыпчатую не очень сильно понравилось и конечно на этом не могла остановиться и хотела попробовать других не позиция которые мне были интересны насколько они хороши но так как у нас в россии расценки достаточно большие поэтому я начала сказать смотреть на сайтах официальных сифара смотрела тоже как бы никакого результата я не нашла и зашла на официальный сайт марки самой катванди и увидела что там достаточно меньше расценочки на те или иные позиции ну вообще в принципе в целом на все я у них хотела попробовать одну из палеты которые я сегодня вам покажу которая уже была не представлена в россии она была лимитированная и долго я сводчи делала долго я смотрела на нее дождалась до того что ее уже раскупили больше в россии не было поэтому мне пришлось ее искать на официальном сайте но там надо было набрать на определенную сумму вместе с этим я решила попробовать другие позиции ну и соответственно плюс к этому мне положили два пробника о которых тоже хочу вам рассказать и поделиться которые тоже попробовала вообще марка катванди мне очень сильно нравится это веганская марка я уже говорила жалко что в данный момент сама катванди вышла из этой компании но надеемся что качество всех косметических продуктов не изменится и будет настолько на высоте как она в данный момент я хочу рассказать такое предисловие как я заказывала эту посылку может кому-то пригодится и соответственно поделиться своим опытом первое что хочу сказать что а значит да эта марка находится в америке но в россии у них есть некоторые сложности отсылания когда я первый раз заказала посылку я значит взяла палетку теней которые хотела попробовать и плюсом еще заказала палетку миниатюрных губных помад матовых тоже чтобы попробовать и оплатила карты все прошло удачно но неделю полторы не никакой ответа никакого не было значит они должны были мне прислать письмо на электронную почту что они выслали посылку с таким-то трек номером а значит никакой никакой связи не было ничто не говорили я им написала письмо что в каком статусе находится мое отправление моей посылки что происходит отправили не отправили и они сказали что есть сложности и предложили мне вернуть деньги что как бы вот не могут нам не отправить я была очень разочарована потому что мне очень хотелось тупо эту палетку теней а которая ко мне пришла у меня есть одна из палеток теней я вам показывала предыдущих видео а вот эта вот палетка теней очень классно очень шикарная хорошее качество просто могу рекомендовать и советовать просто классная и у них была еще одна палетка теней как раз та лимитированная она называлась лолита не та которая сейчас продается это вторая уже версия а именно первая версия это связано с розовыми лиловыми оттенками и там все матовые оттенки я очень сильно разочаровалась и начала просить что пожалуйста вышлите каким-то путем но они мне посоветовали переоформить посылку заново и когда я начала заново переоформлять я указала на эту палетку положила в корзину и взяла уже не палетку мини версии мини эти губной помад а взяла уже с такой же такой другую палетку контуринг в таком же формате как и тени потому что накануне как бы я была в пальдебате сефара и пробовала свочила контуринг у них есть как кремовые направления и в сухой текстуре я хотела все попробовать в кремовом направлении в сухой текстуре у меня очень много значит контуринга и я хотела именно вот в кремовой попробовать насколько они просто сделать свочи это одно но когда ты делаешь это на лице этому конечно нужно приучиться приноровиться это уже совсем другое я видела на многих как бы визажистов и на блогерах когда они делали кремовую текстуру и это смотрелось очень очень здоровски по натуральному поэтому мне хотелось как бы попробовать вот кремовую текстуру и передумала вместо вот этих вот мини губных помад я сделала во второй вот этой посылке уже сделала контуринг палетку кремовые текстуры также оплатила карты все прошло удачно но есть такая загвоздка что они мне предоставили во-первых на определенную сумму надо все это заказать на 50 долларов если я ошибаюсь вот и значит из Америки высылают они в Германию из Германии уже через компанию ДЧЛ они высылают в Россию и передают на почту России а уже здесь по России почта России руководит и вот эта марка ДЧЛ взялась меня за пересыл 10 долларов благо тогда был доллар намного ниже ну не намного но пониже чем сейчас что-то в районе 63 рубля и мне это все обошлось дешевле даже с пересылкой за пересылку я заплатила 600 рублей ну ДЧЛ я имею ввиду почта России ничего не платила из Америки в Германию когда пересылали это бесплатно потому что я заказала на определенную сумму 50 долларов и соответственно вот из Германии в России вот это ДЧЛ 600 рублей я заплатила чтобы они переслали все это было в принципе быстро все хорошо сложилось но начались загвоздки когда поступила посылка в Россию наша почта России она конечно ну я не знаю как по культурнее сказать оставляет желать лучшего и конечно жалко что у нас в России наша почта она себя не улучшила не подняла свой уровень улучшение сервиса обслуживания и короче так получилось что моя посылка здесь гуляла неделю полторы при том что я живу город Москва и быстро поступают сюда я не раз заказываю из Европы Америки и поэтому из Италии и вообще это было очень ну я никогда через почту России конечно не заказываю но когда связываешься с почтой России это очень долго и в итоге я эту посылку прождала месяц с лишним это была самая долгая посылка которую я ждала но ничего посылка дошла и слава богу пришла она мне к восьмому марту я уже ее потестила я уже покрасила сегодня я накрашена в основном маркой Кэт Ванзи и тенями в пробник тоже мне положили пробники положили как в подарок значит тушь и лайнер подводку давайте тогда по порядку значит первое то что я хочу показать это именно вот та палетка ради которой все это и произошло это палетка Кэт Ванзи лолита в такой вот коробочке она была вот такая вот коробочка наверное вот так вот так вот правильно показать вот такая вот коробка все в коробке укладывается на обратной стороне есть название тенюшек какие цвета какие названия вот пожалуйста могу сказать еще могу сказать что коробка которая пришла посылка я к сожалению не сохранила она была уникально красивая то есть так вроде бы коробочка когда ты открываешь это на черном фоне белыми буквами марка название звезды это очень было красиво все упаковано здоровско ничто не поломалось не разбилось все классно просто здорово было упаковано специальная бумага которая с логотипами просто здоровски все было сделано изумительно вообще просто изумительно то что здорово это здорово значит значит и вот такие вот сами тени тоже с обратной стороны написано название теней какие здесь находятся так значит ну по-русски здесь ничего нету и открываем палетку здесь у нас находится зеркало зеркало достаточно хорошее не буду широко открывать чтобы все не за это не засветить и вот такие вот тенюшки посмотрите какие цвета это просто бомба это просто бомба и у меня постоянно сейчас тянется рука именно краситься этими тенями я не знаю у меня уже ну достаточно и немного теней ну как бы есть палетки да но всегда тянется у меня к этим так мне нравятся эти оттенки это просто бомба от самого светлого до самого темного и все просто носибельные растяжка классная тушуется просто изумительно все они носибельные и настолько как бы палетка раскрывается можно и так ее сделать то есть раскрыть ее зеркало удачное классное не совсем конечно большое в принципе палетка легкая можно брать ее с собой все на магните да и здесь какие оттенки у нас есть конечно название я не буду говорить от светло-розового то есть да и потемнее что могу сказать то есть как бы если вот показывать свотчи давайте я вот так вот вам покажу вот такие вот свотчи значит это самые светлые вот туда в складочку можно делать это в уголок глаза это тоже можно в складку делать если вот разобраться сейчас чтоб сфокусировалась угу так и значит следующее сейчас вам покажу здесь у нас получается два четыре шесть восемь восемь оттенков наносится просто удачно и из темных вот такие вот да то есть сейчас вам ну здесь тоже вот этот уголок можно сделать это конечно ой этот я не вдув в складку этот уголочки все достаточно такие вот они вот вот такие вот оттенки передача просто здоровская сейчас я вам они в принципе не могу сказать что они там как-то пылят или еще что-то конечно текстура сухая то есть это все матовые ну очень здоровские держится прям здоровски я без всяких там дополнительных средств на глаза ничего не наношу и вот этот плохо видно розовый оттенок но на глаза они наносятся очень здоровски поэтому такие вот оттенки ну очень хорошая палетка очень мне понравилось просто замечательная поэтому я могу вам ее рекомендовать конечно конечно когда ты наносишь ее на глаза камера не может показать идеально конечно тот макияж который у меня на глаз на глазах ну когда ты наносишь это конечно здоровски смотрится поэтому я рекомендую вам ее еще раз пожалуйста присмотритесь ну в этих оттенках это они даже понимаете не кричащие они не уходят там в красноту или в какой-то даже те же самые какие-то вроде бы ты думаешь что-то с рыжинкой вот этот вот цвет да персикового такого направления но он классно смотрится просто изумительно классно поэтому прям крутая-крутая палетка я рада что она у меня оказалась классно просто слово классно 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 очень много раз я понимаю следующая палетка которую я кстати она мне обошлась а забыла сказать да да похвалить их что они когда я переделывала второй раз заказ они связи с тем что по их невинению не смогли первый заказ отослать они мне предоставили 20 процентов скидку это было еще дешевле и конечно я не могла не воспользоваться этим моментом и мне эта палетка обошлась грубо в 30 в 32 доллара что ли то есть как бы я сейчас не помню потому что лист где там все расписывалось я все это с коробка выкинула вот а вторая палетка которую я сейчас покажу это контур кремовый мне обошлось вообще около 20 долларов что на русские там ну по тем по тому курсу это было где-то в районе 1200-1300 за такие деньги в россии мы нигде не купим просто ни одну палетку и поэтому как бы и так там дешевле чем у нас в россии у нас бешеная наценка и плюс то что они еще дали скидку 20 процентов ну и пересыл как бы 600 рублей это не так много итак вторая палетка кремовая контуринг это вот такая вот была коробочка вот здесь вот расписаны все оттенки какие есть оттенки то есть это можно использовать как консилеры как хайлайтеры как захочет от светлого и к темному значит вот сама палетка она такая же из пластика то есть как и тени все то же самое только у теней получается вот здесь вот идет вот если вместе их поставить золотистые вот эти вот а здесь серебристые значит открываешь такое же идет зеркало достаточно в принципе большое удобное вот и поэтому вот здесь вот находится такая пленочка специальная чтобы не пачкать зеркало кстати очень очень важно ее не надо выкидывать потому что она заляпается обязательно значит и вот такие вот у нас оттенки контуринга кремового я уже конечно все посвочила попробовала и обязательно ну что могу сказать вот сейчас свочет показывать вам это конечно вы ничего не поймете потому что действительности я сама даже сейчас приучиваюсь не каждый день конечно же этим всем пользуюсь потому что надо пробовать надо стараться как это все делать а все это идет вот смотрите идет от светлого к темному значит удобно было вот этот более светлее он такой давайте на пальчике вам покажу более светлее идет оттенок здесь он идет чуть потемнее и здесь вообще темный здесь вообще темный если камера передаст вот смотрите вот этот посветлее этот средний это совсем темное это для шатенок темных людей там может быть загорелые которые люди или действительно как бы там вот пожалуйста все три три оттенка видите да ну в принципе каждому из них можно приноровиться и решить свой вопрос я в принципе в основном пользуюсь вот вот первым и вторым темным я не пользуюсь этим вот и тогда уже направление идет если темное значит вот этот вот персиковый идет такой достаточно прям персиковый хайлайтер или как там его назвать консилер то есть он очень темный очень персиковый да здесь идет банановый и здесь идет такой бежевый он наверное больше сказать я больше пользуюсь вот этой четверкой и ну когда справляюсь когда нет но в основном сейчас уже справляюсь нравится очень натуральный оттенок и и ты не видишь текстуру ты не видишь что у тебя сухая текстура на лице ты не видишь свои какие-то пористые моменты то есть ну на самом деле очень здоровски очень здоровски мне нравится вообще то есть как бы банановый тем более вот эти вот направления под этот пользуюсь я ими желтенький этот он хорошо тушуется и самое главное очень прекрасно прекрасно просто тушуется и прекрасно ложится на кожу можно как бы на осколку сюда положить можно под глаз то есть под глаза то есть здоровски вообще это все сделано как подложку можно сделать и потом уже сухую текстуру как бы выложить и прекрасно ну знаете как бы за такую даже цену и качество соответствует. Хотя у нас была здесь скидка, они стоили порядка 2,5, но всё равно. Кремовым текстурам, конечно, нужно привыкать. И это не просто так. Знаете, кто уже привык, кто уже пользовался, это замечательно. И два таких тестера мне положили для пробы, чтобы я попробовала. Первый – это тушь. Вот такая вот тушь идёт. Что хочу сказать по поводу туши. Значит, сначала я немножко её не поняла. Но в каком плане? Вот смотрите. Вот такая вот большая щёточка. Достаточно большая щётка. Не для каждого глаза подойдёт. Это прям вот чётко. Если вот прям под глаз. Ну, чтобы не спачкать, да? То есть, но всё равно большая щётка. Первое время мне показалось, что она суховатая. Я даже добавляла несколько капель, глазных капель. Я всегда так делаю, когда немножко подсыхает тушь. Так что ловите этот момент, который как бы некоторые там языком смачивают водой или ещё что-то, только что я не наслышала. Несколько капель глазных, и у вас хорошо просто разболтается тушь, и не будет высыхать. Здорово. Вот. И мне казалось, либо она заканчивается, что её мало, либо она слишком суховатая. Сейчас нет. Вроде бы как бы всё нормально. Сейчас она у меня на глазах. Что мне нравится, что это делает тушь. Она делает ресницы прям веером. Вот так вот. То есть, одним слоем. Не надо наслаивать. Я не люблю наслаивать. Она делает просто как бы одним слоем. Давайте я вас приближу, чтобы вы посмотрели. Я думаю, что вам хорошо видно значит, вот тени и сами реснички. То есть, настолько... Да, вот контуринг. Я тоже этим делала, контурингом. Здесь у меня бяка вскочила какая-то. И вот такие вот, значит, глаза. Они прямо вот веером раскрываются. очень здорово. Мне понравилось, то, что так вот тушь работает. И вторая миниатюрка, которую мне положили, это лайнер ихний. Такой вот мини-версии. У них достаточно хороший наконечник. То есть, он фетровый, я так понимаю, тонкий. И очень... Она чёрная. Прям чёрная. Как бы вам показать-то её. Чёрная. Тоненькая, чёрная. Но, что касается лайнера. Я вообще этими штуками не пользуюсь. Если я делаю стрелки, я могу делать тенями. И, конечно, мне в какой-то степени хочется это попробовать, научиться. Я пару раз попробовала. Мне самой даже не то, что, во-первых, я не могу их рисовать, эти стрелки, именно лайнером. А, во-вторых, мне даже самой непривычно. Ну, как бы, иногда, как-то изредка я это делаю, пробую. В принципе, ничего не отпечатывается. Как и тушь, так и лайнер. Ничего не отпечатывается. У меня хорошая, там, сильная, навесшая века. Ни под глазами, ни навесшим веке. Ничего не отпечатывается. Здоровски. Что самое главное, мне ещё нравится, косметика хорошо смывается. То есть, когда я умываюсь, сначала первый этап кидрофильное масло, потом уже, соответственно, умывалкой. Значит, и очень классно всё. Тушь снимается, никаких там разводов, не надо там тереть глаза, чтобы это было больно. Всё здоровски она делает, поэтому присмотритесь. В принципе, куплю ли я полноразмерку, может быть. Потому что, лайнер-то точно нет, но тушь, может быть, да. Потому что мне нравится эффект, как она создаёт, вот это вот, не то, что кукольные там какие-то ресницы, они достаточно такие вот, как будто нарощенные, то есть вот веером так раскладываются. Я просто рада за эту посылку, что она до меня наконец-то дошла. Я рада, что всё-таки я приобрела эти позиции, я ими с удовольствием пользуюсь. Я могу вам рекомендовать и советовать. Тем более, мне нравится очень сильно, это ещё раз вам покажу, что я вам покажу палетка. Вот эти вот цвета, они просто сногсшибательные для меня, вообще суперские-суперские, и качество, соответственно. Сейчас, конечно, на рынке очень много теней, я тоже вот так смотрю, и худо есть, и Анастасия Берли Хиллс, и всё только что у нас нет, это ФС сейчас новые палетки вышли. Конечно, это всё напоминает друг дружку, друг друга они как бы пересекают, но вот эти вот оттенки, которые прям вот такой вот оттенок, именно связаны с лиловыми, вишнёвыми, фиолетовыми оттенками, всё, всё в этом направлении, это просто супер-супер-супер. Палетка лимитированная, не знаю, есть ли она ещё на официальном сайте, но если вы собираетесь, то и поторопитесь, потому что, я думаю, распродадут её, больше её не будет. Спасибо, что вы посмотрели это видео, спасибо за то, что вы ставите пальчики вверх, оставляйте свои рекомендации, комментарии внизу, если есть какие-то вопросы, не забывайте просматривать, подписываться на этот канал, и увидимся с вами, до новых встреч, до новых видео, берегите друг друга, всем пока-пока!